Библейский портал экзегет.ру представляет Не раз, видимо, пророк обращал Слово Господне к священникам, но они не внимали пророку и продолжали, как попало, совершать богослужения и приносить Богу в жертву то, что им самим было не нужно, вместо того, чтобы приносить лучше. Они не прилагали слова Господни, слова пророческие, к сердцу и не воздавали славу имени Господнему. А эту славу будут воздавать те, кого призовет Господь. И эти призванные прославлять Его святое имя и трепетать пред Ним будут из народов, а не только из Израиля. Читали мы в первой главе. Продолжается та же самая тема. Третий стих. Продолжается речь, обращенная к священникам. «Вот я отыму у вас плечо, и помет раскидаю на ваши лица, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним». Плечо жертвенного животного, плечо потрясания, называется оно в законе Моисеевом, это лучшая часть жертвенного животного. Ее съедали священники со своими семьями, съедали ее как великую святыню. И вот это плечо будет отнято у них, у священников, то есть они останутся голодными. А помет этих жертвенных животных, Господь говорит, я вам в лицо брошу, на лица ваши раскидаю этот помет. «И более того, вас вместе с этим пометом и выбросят». Животное тщательно очищалось, вымывалось, и весь помет, его и все негодное, то, что было внутри животного, оно выбрасывалось, жертву не приносилось. И вот это все вместе с этим пометом, как неугодным для Господней жертвы, выбросят и те, кто эту жертву приносит, то есть коганим, священников Иерусалимского храма. Очень жесткая критика в адрес сынов Аарона, в адрес священников. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием», говорит Господь Савлов. «Левий, освященное, отделенное, сакральное колено из всех колен Израилевых, заменившее когда-то первенцев, колено, из которого Аарон и от которого священники. От Левия Левиты, от одного из потомков Левия Аарона, брата Моисеева, священники. «Завет мой с ним, то есть с Левием, завет Господний, прямая речь Господа, был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Смотрите, какой был ваш правотец, каким был Левий, да и Аарон тоже, можем мы вспомнить. Они благоговели пред именем Господним. Да, они были тоже люди несовершенные, и часто Господь их наказывал за их ошибки, за их проступки, исправлял, учил их, наставлял. Наказать это значит научить. И все-таки они имели этот страх Господень. Они были людьми богобоязненными, благоговеющими, и чтили Господа, и никогда не хулили Его имя. Приносить жертву, что попало, это значит хулить имя Господне. А вот приносить в жертву то, что Господь заповедал, то есть лучшее, это значит освящать Его имя, досветиться имя Твое, научил нас Господь Иисус в молитве. Как оно святится? Оно и так абсолютно свято. Оно святится через наши дела и поступки. А что же должны делать-то священники? Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он – вестник Господа Саваофа. Ангел, малах, священник. Священник, он здесь назван вестником Господа Саваофа. Вестник – это тот, кто, ну, глашатый, это тот, кто передает от своего Господина весть подчиненным, подданным. Вот были глашатые, когда не существовало прессы, не было радио, телевидения, интернета. Были глашатые, которые по всем пределам земли разносили царский указ и читали его на городских площадях. Пророки у пророков и у священников, как здесь сказано, функция схожая. Ну, то, что здесь говорится такое о священниках, что обычно говорится о пророках, что они глашат, это значит, книги пророка Малахии священники возвышаются. Это не просто уже жрецы, приносящие народные жертвы, а это еще и учители закона. Закон в книге Малахии приобретает очень важное, одно из центральных значений в этой книге. Это также свидетельствует в пользу того, что книга эта имеет послепленное происхождение и, по всей видимости, действительно хронологически является самой поздней книгой из книг 12 малых пророков. И в ней, как мы видим, совершенно отсутствует обличение выдалопоклонств, выдалопоклонств тогда уже не было, а речь идет о нарушениях закона. Закона священника в том числе, закона Коганим, всех тех уставов и заповедей, которые даны были сынам Левия и сынам Аарона. Священники должны учить закону, учить закону Божию, учить людей правильно жить, учить заповедям Господним. Если же священник этим не занимается, да еще и богослужение совершает, как попало, то он подвергается жесткой, суровой пророческой критике, критике самого Господа. И он будет отброшен от храма Господня, от служения Господнего. Его выбросят вместе с пометом жертвенных животных, как мы читали в третьем стихе. Святитель Иоанн Златоуз говорит, обращаясь к священникам в своих знаменитых словах о священстве, если ты, обращается он к священнику, если ты прекрасно одет, хорошо, я сейчас своими словами передаю, если ты весь в золоте, в золотых одеждах, и прекрасные у тебя одежды, и очень торжественно ты проводишь богослужение, но если ты во время богослужения молчишь, не проповедуешь, то ты, говорит Иоанн Златоуст, идол, он тоже такой же прекрасный, красивый, золотой и такой же безгласный, как в псалмах, есть у них глаза, но не видят, есть у них уста, но не говорят. Главное дело священников это, как здесь сказано, хранить ведение, то есть знание, дат, и закона ищут от уст его. Люди приходят, чтобы узнать, как им правильно жить, и священник объясняет им, как жить по-божьему, как ходить с Богом, как жить по божественным заповедям и быть на этой земле человеком богоугодным и счастливым. Если же священник не учит закону Господню, то он не выполняет своего предназначения, он тогда священник негодный. И в христианской церкви, я думаю, дело обстоит точно так же. Правда, нигде в Новом Завете пресвитеры не называются священниками. Это уже более поздняя терминология. Терминология, восходящая к эпохе государственного христианства. Служители церкви называются епископами, пресвитерами, диаконами. Термин священника или первосвященника прилагается только к Христу в Священном Писании Нового Завета. Но все-таки главное служение клириков — это учить Слову Господню. Диакон еще может пищить о столах, а вот епископ и пресвитер, он печется о том, чтобы напитать народ Словом Господним. Слово Господне, чтобы было в устах каждого человека, каждого верного, каждого члена Святой Христовой Церкви. И вот в этом состоит главное служение епископов и пресвитеров в христианской Церкви. Эта актуализация очень важна для нас. Пресвитер — служитель Церкви, и епископ назван в Новом Завете служителем Слова. Не служителем кадильницы или крапила, а служителем Слова прежде всего. Все остальное является уже дополнением, является второстепенным. Самое главное — учить народ Слову Божью, проповедовать это Божественное Слово. В этом есть что-то от пророческого служения, ведь задачей пророков тоже было получить от Всевышнего Слова, и это Господнее Слово передать и растолковать людям. Этого народ ищет от священников, ищет и не находит. Ужасное положение дел. «Зато я сделаю», — обращается Господь к священникам, «сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы, не соблюдая эти путей моих, лицеприятствуете в делах закона». Лицеприятие в делах закона — это страшное преступление. Лицеприятие в человеческих законах — это уже грех и преступление. Когда принимаются неправедные законы, или когда по этим неправедным, или даже пусть праведным, справедливым законам происходит неправедный суд, когда бедняк осуждается, а богач оправдывается, когда коррумпировано правосудие. Это очень губительно для всего общества. И здесь тоже та же самая критика звучит, что когда-то звучало у пророков в адрес судей. И здесь у нас звучит в адрес священников. Видимо, у священников были и какие-то судейские функции, в том числе они лицеприятствовали в делах закона. Дальше звучит серия риторических вопросов. Не один ли у всех вас отец? Отец в русском переводе написано с большой буквы, то есть понимать это следует так, что речь идет о Боге. Господь здесь сам себя называет отцом. Не один ли Бог сотворил нас? Задает вопрос пророк. Почему же мы, здесь пророк говорит мы, отождествляя себя со своим народом, почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Завет отцов наших – это тоже, видимо, что и Торат Моше, Тора Моисеева в 4 главе этой книги. Об этом мы поговорим в следующих беседах. «Вероломно поступает Иуда». «Иуда» здесь имеется в виду иудейский народ, иудейское все общество еврейского народа. «Вероломно поступает. И мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога». В книге «Неемии» говорится о том постановлении, которое приняли тогда руководители израильского народа, в том числе Нехемия, Езра и другие, они повелели народу отпустить тех иноземных жен, которых взяли себе они для того, чтобы составить семью. Нужно было этих жен из других народов прогнать израильтянам. Вот здесь то же самое подвергается критике. Израильтяне женятся на дочерях чужого Бога. Может быть, здесь имеется и какое-то переносное значение, аллегорическое. «У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу». На страже стоят те, кто охраняют шатры Иакова. Здесь имеется в виду, видимо, не только стража в прямом смысле, но и те стражи закона Моисеева, критика которых звучала выше. Священники, левиты, они должны тоже стоять на страже закона и приносить жертву Господу Саваофу. Жертву такую, какую заповедовал Господь. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не признает, не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших». Здесь не прямая речь Господа, а прямая речь самого пророка. Теперь пророк подвергает своей собственной критике священников. Народ обливает жертвенники слезами, но с воплем, с рыданием. Но Господь, он, как здесь сказано, Господь уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. «Руки ваши полны крови», — говорил когда-то Исаия. «Как же можно руками, наполненными кровью, кровью невинной, пролитой вами, как можете вы, человеческой кровью имеется в виду, как можете вы эти руки воздевать ко Господу и этими руками приносить Всевышнему жертву? За это ничего иного вы не получите, кроме наказания. От того, кого вы думаете умилостивить, этим вызовете лишь раздражение и гнев, а не милость. Вы скажете, за что? Не понимают. Как и в первой главе. А за что это? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Израильтянин, представитель народа Господнего, служитель Господний, не должен, и священник, и рядовой израильтянин, не должен прогонять свою жену просто так, не должен давать ей ни за что разводное письмо, просто потому, что она ему надоела, его жена, а хочет он себе жену какую-то другую завести, тем более, если это еще и жена из неизраильского народа. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Не совсем понятно, о ком идет речь. Может быть, об одном из правоцев, об одном из патриархов израильского народа, точнее сказать. «Если ты ненавидишь ее, отпусти». Вот ты, израильтянин, если ты ненавидишь свою жену, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. «Обида покроет одежду его», говорит Господь Саваоф. «Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Брачный союз, брачный договор – это действительно союз. И если он разрывается вероломно, если человек прогоняет от себя вероломно жену юности своей, ненавидит ее, да, говорит Господь, пусть он ее отпустит, но лучше, чтобы он ее вновь возлюбил, жену юности своей, и не прогонял ее, не поступал вероломно. Она ему верна, а он ее хочет прогнать. Ни за что. Невинную. Ну, тема брачных отношений, тема разводов будет актуализирована в Новом Завете, прежде всего, в Евангелии от Матфея, где, в Нагорной проповеди, эта тема будет развиваться Господом нашим Иисусом, и будет она приобретать новые грани, новые значения, и будет заповедь это даже не ослабляться, а усугубляться. Господь не заповедал развода тем, кто вступил в брак. Хотя есть и другая сторона этого вопроса. Кто оставит жену, говорит Господь ради меня Евангелие, тот в этой жизни уже получит Божье благословение, а в будущей наследует царство. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит, или где Бог правосудия». Навряд ли это прямая цитата из речей израильтян, но они своими поступками как бы говорят, что всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа. Навряд ли они были такими уж откровенными злодеями. Они действительно могли искренне не понимать, чем же это мы прогневляем Его. Поступками своими прежде всего говорит Господь, обращаясь через пророка своего Малахию к священникам и ко всем мужам израильского народа. Так оканчивается вторая глава книги пророка Малахии, книги пророка, которую мы читаем на библейском портале Экзегет.